В Самаре снизилась подростковая преступность. В 2021 году несовершеннолетние нарушали закон почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом. Уменьшилось и количество рецидивов. Одна из причин – ковидные ограничения. Поэтому, несмотря на положительную динамику, сотрудники полиции будут продолжать профилактическую работу. Одна из ее частей – устройство детей-нарушителей на работу в летний период, чтобы они ценили труд, как свой, так и других людей, и направляли свою энергию в нужное русло. Хотя здесь есть определенные сложности. Для многих подростков характерна ориентация на личное материальное благополучие, на жизнь по принципу «как хочется» – больше получать благ и приверегий, меньше учиться и работать. Во-вторых, отсутствие у работодателей желания принимать на работу данную категорию несовершеннолетних. Однако, несмотря на имеющиеся трудности, через молодежный центр в летний период трудоустроен 61 подросток из числа состоящих на учете в ОДН. Основными причинами преступления являются низкий уровень жизни семьи и психологические проблемы. Они же становятся причиной суицидальных мыслей. Комиссии по делам несовершеннолетних при главе города ведется регулярная профилактическая работа по девиантному поведению подростков. Так, исполняющий обязанности руководителя городского департамента образования Илья Осипов рассказал, что для детей организованы телефоны доверия. С ними проводят социальное тестирование, а также приглашают к участию в конкурсах на жизнеутверждающие темы. Победители одного из таких конкурсов наградили на заседании комиссии. Кроме того, выпускаются методические материалы и памятки для родителей. Также почти все классные руководители в школах прошли курсы повышения квалификации по психологическому направлению, чтобы замечать девиантное поведение у учеников, а самое главное – помогать подросткам в решении их проблем. Работа проводится совместно с специалистами, представителями школ. Каждый конкретный случай разбирается, и с учетом проведенной работы формируются общие рекомендации, которые направляются всем учреждениям для использования в работе. Глава Самары Лена Лапушкина отметила, что взятый курс в работе необходимо продолжать, а также искать новые методы и способы работы с подростками, чтобы они чувствовали себя услышанными, нужными и могли доверять своим учителям и родителям. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.